Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, провозглашая с высоких думских трибун, сотрясая воздух кулаком и другими частями тела, и всячески отрицая очередную какую-нибудь инициативу правительства, будь то налоговый новый кодекс, трудовой кодекс, или еще какой-нибудь, ругая всех, упрекая, и всячески отрицая важность того документа, его системность, который выносится на обсуждение Государственной Думы, затем вы предаете, по сути, все ваши избиратели, которые, собственно, и ценят, и любят вас, и, наверное, и голосуют только потому, что вы занимаете вот эту непримиримую позицию, ваша фракция как один, кроме вас, это надо очень важно этот момент заметить. Владимир Вольфович лично не предает. Он дает команду, чтобы предала целая фракция. Так вот, затем все голосуют за этот закон, даже за антинародный закон. А Владимир Вольфович чистенький и пушистенький, говорит, а я не голосую. Я сейчас выйду, страну и уйду, если вы не будете вести дискуссию. Вопрос, он задает мне, 40 секунд. Он делает выступление, ну что он авантюрист, проходимец, пришел сюда к вам в студию. Вы уже отвечаете? Он же лжет, он ничего не знает, что в государстве не происходит. Так ответьте ему. Вот я, ну и он что делает? Я встаю и ухожу. Вы же задали вопрос. Или он замолчит, или я ухожу из студии. Нет, вы отвечаете. Потому что с придурками я сидеть не могу в одном зале. Вы отвечаете, Владимир Вольфович. Это типичный придурок, сумасшедший, посмотрите на его глаза. Сумасшедший, больной человек, как и его кандидат-президенты. Куда уехал кандидат-президенты? В Америку. Кандидат-президенты в России сидит сейчас в Америке. Предатель там получает деньги из Госдепа. В Госдуме, уважаемый придурок, кандидат-президенты, мы голосуем так, как мы считаем нужным. Это ЛДПР. И я ее руководитель. И вам, подлецу, никогда не позволю говорить о том, что кто-то кого-то предает. Это партия, которой 20 лет. И за нее голосуют миллионы людей, в том числе 13 миллионов. За вашу партию придурков и сумасшедших. Пролосовало меньше одного процента. Сейчас не мешайте мне. Сейчас же не мешайте мне. Не умеете вести дискуссию, теперь я буду вести дискуссию. Вот такими вот негодями. Смотрите на его лицо. Больной человек. Шизоид. Посмотрите. Любой психиатр скажет, сумасшедший. Поэтому мы приняли все законы и снова будем принимать. Потому что если вы имеете высшее образование и преподаватели вуза, то вы работаете по законам, которые мы приняли. Зарплату вам повышают. Это мы сделали. Армии сегодня дуют все больше. Это мы сделали. О чем вы говорите? О каком предательстве? Все законы... Гонк будет, придурок. Гонк будет звенеть. Уши еще не работают у тебя. Вот гонк будет звенеть, тогда и закончится время. Все законы нужны. Если есть плохие законы, мы вносим поправки. Вы сейчас ввесли поправку и снова увеличили добавки. И мы критиковали и будем критиковать. А законы нам очень нужны. Поэтому вот так перед всей страной говорить о том, что мы как-то голосуем, вы должны быть в Думе. Вас никогда не было и не будет в Думе. Потому что больных людей, избирателей, никогда не выбирают Государственную Думу. Парламент именно для принятия законов. Если вы собираетесь идти в парламент, не принимать законы... Спасибо, Владимир Владимирович. Ваше место на улице или в психушке. Ваш вопрос, Владимир Михайлович. Пошел вон отсюда из студии. Я тебе сказал, пошел вон отсюда. Пошел отсюда, нахер, подонок. Пошел отсюда. Тебе сказали. Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь, какой суд может идти. Размажу тебе всю голову. Преподаватель ты. Ты дурак. Возьми его отсюда, выкини. Че ты стоишь, Олег? Возьми за шкирку скотину эту. Да вы что, с ума посходили? Вшел отсюда, подлец. И негодяй. Я тебе покажу. Так, кстати. Негодяй такой, чтоб тебе близко не было скотина. Выберни его отсюда, подлеца. И расстреляй его там в коридоре. Сволочь такая. Я тебе покажу, мерзавец. О, Боже.